Строительство центральной кольцевой автомобильной дороги, которая пройдет параллельно Малой Бетонке в 50 километрах от МКАД, завершится не раньше, чем через два года. Отдельные участки трассы сдаются по мере готовности. Так, к примеру, в ноябре 2017 года был введен в эксплуатацию обход Звенигорода, а теперь еще и 9-километровая дорога у деревни Жодыча в Нарфаминском районе. На старой СТ-7 две полосы были дорожного движения, одна в одну сторону, другая в другую сторону. Сейчас мы расширили до четырех полос движения, установили наружное освещение, теперь у нас весь этот участок освещен ночью. Установили регулируемые пешеходные переходы, здесь четыре пешеходных перехода. На участке возвели разворотную эстакаду с эко-переходом для диких животных, а встречные потоки разделяет отбойник. Теперь трасса соответствует второй технической категории, а ее пропускная способность удвоилась. Как и обход Звенигорода, реконструированный участок близ деревни Жодыча относится к пятому пусковому комплексу. Это единственный отрезок кольцевой автодороги, который останется бесплатным для водителей. Пятый пусковой комплекс у нас по графику в конце этого года, мы в конце этого года должны будем его ввести. Движение будет по нему осуществляться на бесплатной основе. На церемонии открытия нового участка присутствовали представители государственной компании «Автодор», вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков, а также министр транспорта Евгений Дитрих. По их словам, до 2022 года в эксплуатацию введут 339 километров ТКАД. Платные участки оборудуют новейшей системой свободный поток. Водители будут оплачивать проезд, не останавливаясь у шлагбаумов.